Газель стоит не в положенном месте, думаю, что ее переставили. А говорят, вчера трактор тут все чистил. И вот Зана что-то это все навалило. Что, попробуем завести? Хотят, что пробовать? Вчера все переставляли, значит, заводится. Как делать ничего? Что здесь аккумуляторы воруют? Что, тепленькое хорошо? Тепленькое хорошо? Не знаю, если не звонил. Гаража тепленькое. Грязна, блядь. Что, проедет? Нет. То я там стою. Наконец-таки загрузился. Выезжаем. Блин, буксую, не застряйте. Тут все снегу. Вчера вот все трактор почистил, говорят. И вот за ночь только навалило. Тут вообще каша. Три заказа у меня сейчас. Было изначально два, два уже загрузили. Хотел уезжать, еще не добавили. Пришлось еще раз грузиться. Заправка пустая, никого нету. Можно заехать. Сорить, сорить. Просто в занос ухожу. Заправку могли бы себе хотя бы почистить. Даже сами для себя не могут. Тут, как всегда, все грязно. Так что в бак не попадает. Попекла солярочка, пожелаем. Сорокет залил. На заправке написано 12 рублей за литр. Ну, конечно. Я поехал, а у меня будка вверху вся в снегу. Конечно, стряхнуть по-хорошему надо было. Но я думал, что сейчас вернусь, стряхну. И пока еду, тормозишь, и у меня снег весь на лобач летит. Все будет чисто здесь, почищено. А сейчас вот падает снег с угробами просто. Как у газели. Есть слой. У меня еще больше, чем у него. Опасно на поворотах, когда заходишь, а снег уже оттаял. Он с будки с ледяными порками летит. И машина, допустим, рядом стоит. Он может на машину прилететь. Тогда мне, сами понимаете, загорелся сажевый фильтр этот. В салоне опять пахнет гарью выхлопом. Ну, вроде скоро должны НТО ехать. НТО, скажем, что вот эта херня горит постоянно. И ручник тоже как-то плоховато держит на больших горках. Вот я еду по ямам. И у меня все сыпется. Сугробы сверху летят. Ну, дороги вообще не чищены. Они, конечно, накидали соли своей. Ну, соль она в кашу все превращает. Даже лужи, если будут. Но все равно факт, что ни хрена не чищена. Вот такая вот каша. Сейчас куда-нибудь заказ дадут в гаражи к частнику. И все, тогда там встрянешь, сразу встанешь. Дворник до конца не доходит. Снега набилось. Еще попробую вытащить. А все, дворник сбился. Ему чуть-чуть, и он сбивается. Теперь надворник приподнимает. Теперь до конца не доходит. Машина новая, а, блядь, все тот же русский хлам. Короче, я уже дворник перекручивал. Там резьба слизывается. Машина новая, а резьба уже слизана на дворнике. И он, ну, короче, соскакивает. Видите, вниз упал. Надо поднимать теперь. Сходил дворник, поправил. Все, ему пиздос. Он вообще открутился. Короче, надо ключ. У меня ключа с собой нету, разумеется. Сперва соскакивает, и внизу он там бьется. Надеюсь, доездю. Сейчас на базу вернусь, там прикручу. На второй заказ заезжают. Ну, тут колея протоптана. Но, в целом, ни хрена не чищена, понятное дело. В общем, в целом-то, дороги вообще ни хрена не чищены в городе. В самом центре только что-то там почистили немного. Движения заторможенные. Еле-еле едем. Все по-медленному. Надеюсь, много заказов не будет, а иначе придется опять задерживаться. Надо бы перчатки одеть, чтобы не пачкаться. Еще один позади. Блядь, у мужика налички не было, придется еще ехать снимать бабки. Да, вот эти, которые работают здесь, они меня понимают. Говорят, рекламщики, они же находятся в Крэнзайд где. Ну да, частники, рекламщики, они-то во всяких гаражах находятся и так далее. Туда вообще сейчас хрен проедешь. Надеюсь, таких заказов сейчас не будет, иначе я даже не знаю, как позже езжать. Вот о чем я говорю. Почти гаражи, только частный сектор. Тут каша, а мне надо направо заехать, там еще хуже. Можно застрять. Блин, ну вообще, ну в такую погоду, в такие адреса ездить, это вообще не алло. Ни о чем. Сейчас я заеду, а выезжать как буду, я не знаю. С разгона с жопой брать. Вот сюда мне куда-то. Вон, где собачки. Выгрузить я выгрузил по-быстрому. Развернуть здесь не получилось, потому что тут колея. Не получается у меня заехать туда, на территорию к ним. Сейчас буду с жопой выскакивать. Мне бы второго человека, кто бы посмотрел, чтобы машины там не ехали, я бы прям с разгона выкатил. Вот видите, автобус поехал, не видно ж ни хрена. Выскочил. Ну не в ту сторону, какую мне надо. Придется куда-то прямо сейчас ехать, там разворот искать. Я здесь не могу развернуться, иначе я точно застряну. Блин, ну вообще, конечно, в этот снег вот такая ерунда творится. Ну маршрутники там лайн откуда-то едут-то, я не знаю, может там конечко где-то есть. Придется прокатиться, развернуться где-то. Ну вот и конечко. Только что тут, блин, автобусов понаставили, что негде, блядь, развернуться. Охерели что ли? Не могу развернуться. Сейчас автобус вроде отъедет чуть-чуть. И ему зеркало уже зацепило будкой своей. Бля, пиздос. Конечно, развернуться негде. И один автобус уехал. Пиздец не мог раньше уехать, чтобы я развернулся. Просто у них тут все занято, все места забиты. Как ровно под них, как будто бы. Заметно? Подспотел чуть-чуть. Потому что я пока разворачивался. Будка длинная. И зеркало на троллейбусе вот так сильно торчит. Вот так оно. Ну кто видел, тот знает, на автобусах. И я будкой ему зацепил зеркало. Ну ничего страшного не произошло. Но как бы разбиться оно и не могло. Может быть, чуть-чуть сбил ему просто. Там женщина за рулем была. Я сделал вид, что я как будто ничего не заметил. Как вам контраст? Только что было много-много снега, а теперь асфальт. Вот это реагенты и есть. Не отработать. Сыпят все, что угодно. Сейчас посмотрим, что тут на базе. Миши нет. Моя тачка уже замела. Сейчас, наверное, буду грузить еще куда-нибудь. Скорее всего. Заказ. Сейчас двор не буду делать. Нужен ключ. Не помню. То ли на 13, то ли на 12. Короче, вот здесь нужно подкрутить. Льда собрал вот хрена и сколько. Ветки какие-то. А, отвертку нужно. Нужно поддеть здесь. Блин, отвертку забыл пойду возьму сейчас. Оба-на! Такая маленькая. Остаток от отвертки подойдет, чтобы подковырнуть. Заглушку не потерять. Важный момент. Ну, в общем, вот он болт. Он откручивается. Желательно головкой это делать. У меня головки нет. Так, 12 не подходит. На 13 значит. Она, наверное, уже откручена. Да, короче, щетку регулируем. Вот так она должна стоять примерно. И затягиваем. Да, Витю откручен. Почему они так делают? Мне кажется, почему они откручиваются? Вроде нормально затянул. Блядь, главное не перетянуть. А у меня есть такая особенность. Перетягивать заглушку на место. Я думаю, проверять сейчас сразу не буду, потому что, я думаю, все должно окей быть. Теперь как надо. Ну, даже немного больше. Она должна, примерно, посюда заходить. Сейчас по борту идет. Даже выходит за грань немного. Ну, оставлю так, в принципе, нормально. Вообще, я такой миллиметровый. Я люблю до миллиметра, до мелочей, чтобы все было окей, чтобы все было в порядке. Ну, тут чуть-чуть заходит. Но я уже не буду больше крутить. Если болт часто крутить, он вообще нахер сотрется, сорвется. Делал не в самой гайке, а в самом болте. А болт идет от рейки, от планки конкретно, от дворников. Тогда придется менять саму рейку. Это, короче, вообще геморройно и дорого. Нахер надо. Оставлю так. Немного переборщил. Ну, нормально, оставлю. Так, ящер, важная информация. Позвонил в ГИБДД сейчас. У меня была авария. Кто не в курсе, ролик есть на канале, где пьяный мужик меня засадил в тачку, когда я был дома. Просто моя машина была припаркована возле дома, и он мне въехал. Его менты забрали, тачку на экваторе забрали. Тянулось долго. В дознание отдали дело. И вот сейчас я позвонил. Все окей. Ну, эта дознаватель до сих пор на больничном. Она была на больничном. И мне повезло, что я дозвонился, и она была на месте. Она говорит, меня может не быть, но я документы оставлю там сотрудникам. Приедете, заберете. В общем, как время будет, там где-то мимо проезжать, может, буду, заеду, заберу доки. И все, и в страховую, я так понимаю. Хотя я слышал такое, я вот точно не знаю. Напишите в комментарии, если вы знаете. Если человек, который виноват, и он был пьяный, то говорят, что его страховая не будет выплачивать. Я вот не в курсе. Но документы заберу, и поеду в его страховую. Правда, я даже не знаю, какая у него страховая. Надо будет узнать. Ну, или поеду в свою. И посмотрим, что мне там скажут. Оценку надо произвести. Бампер и фары. А еще я заметил, сразу не заметил, потом как-то со временем, что у меня зазор больше на крыле возле капота, чем с другой стороны. Может быть, что-то там куда-то ушло. Короче, надо заехать в доки забрать, а дальше будем решать по мере. Далее мне еще два заказа, я поехал, отвезу их. Вся проблема в том, что город стоит время без 23. Так-то все, ничего, но я хочу в ментовку успеть заскочить, взять бумаги, я уже в страховую позвонил. В четверг на работе отпросился, в четверг с утра на часик поеду в страховую, если успею бумаги сейчас в ГИБД забрать. И тогда уже в страховой посмотрим, что там скажут, что насчитают мне. В принципе, уже видно, видно весь этот процесс хотя бы. Короче, встать вообще не вне, блядь, из-за этого снега. Встал как-то вот так. Тут какой-то шлагбаум, не знаю, куда это все идет. Пойду пешком, я уже вокруг проехался, нигде не смог паркануться. Не знаю, выйду я здесь в ГАИ и не выйду. Ну, в принципе, тут, наверное, особо-то и не ездили. А это я понял, типа штрафстоянки у них тут. Наверное. Короче, это с той стороны еле пролехал, там машины себе побитые стоят себе. Сезон начался, аварии. Наверное, народ сейчас дохрена. У меня в дознании кабинет, может быть, там никого не будет. Вот он в ГАИ. Я оформлялся. 15 минут 15 жду стою. Время вообще нет. А это жопа, я просил в ментовке час, в итоге бумаги. Не забрал, не получилось. Тачка стоит, не забрали. У меня еще два заказа вести, это вообще жопа, я не успеваю. Короче, позвонил, дознаватель, сказал, все, бумаги готовы. Бегу обратно, чтобы сюда вечера не приезжать. Времени вообще нет, в обрез. Короче, нужен был старый полюс номер, а у меня с собой его нет. Пиздец, меня на работе убьют. Вот они, вот они, твою мать, бумажки. Все, бумаги получил, осталось страхову съездить и успеть заказы отвезти сейчас в 2. Клиент на разожидались, город стоит. Короче, был в попыхах, все, вам так и не рассказал. Сейчас в тачке спокойно еду, рассказываю. Приехал к ней, она допечатала, говорит, подожди 5 минут, я думаю, время и так нет. Проходит минут 7, 7 захожу опять, она еще говорит, 5 минут подожди. Короче, на момент ДТП я думал, что у меня полюс закончился, а оказывается, он у меня еще был, у меня еще там около недели действовал. Но в ГАИ я думал, что он уже закончился, сказал, что у меня его нет, его не вписали. Сейчас нужно было вписать старый полюс, я потом новый сейчас уже сделал, а надо старый полюс был, который действовал на момент ДТП. А у меня его с собой нет, естественно, пытались найти в интернете, по базе там не получилось. Короче, сотрудник оказался вообще молодцом, прям мне понравилось. По-суетилась, позвонила в эту страховую, какому-то там знакомому, и он пробил мой полюс, сказал ей цифры моего старого полюса, и она вписала. Вот так вот. Так что, бывают сотрудники и хорошие, видите как. Короче, вообще нормальная тетка попалась, помогла, сделала. Другая мне просто могла послать, искать, приезжай в следующий раз со старым полюсом. И впишем. Короче, вот такая суета. Все, бумаги все сделали, осталось ездить в страховую. А тут вот такая суета происходит. Просто, ну просто жопа, короче. Время уже половин пятого, мне еще два заказа возить, а ехать еще хрен знает куда. И второй заказ тоже хрен знает где. Ну ладно, главное, чтобы бумажки забрал, вот они лежат. Конечно, рано радуюсь у того мужика. Во-первых, он не вписан в страховку был. Потом он без прав был. Короче, до хрена нюансов. Ну поеду в свою страховую, не было в свою. Не знаю, что скажешь. Надеюсь, все прокатит нормально, пусть меня выплатят. А потом с той страховки уже качают, как они обычно это. Позвонил сейчас в магазин, уже не имется по поводу фары узнать, сколько фары стоит у нас здесь. В наличии есть оригинал. Короче, если брать обычные фары, то они по пять с половиной стоят. А с ДП-фские, короче, одна фара 6, другая 6,5. Правая и левая почему-то по цене отличаются. Не знаю, почему. Такой ценник, ну, в принципе, что там, на 1000 и на 500 фара будет подороже. Я думаю, смысл есть, тогда лучше с ТП взять. Единственное, я не знаю, надо прочекать другие магазины еще, какие там цены. Это первое. А второе нужно узнать, Китай, допустим, или что-то такое, если взять сильно хуже или не сильно. Потому что, ну, у меня как бы вообще в родне вся тачка. Хочется, чтобы оригинал обстоял. Ну, и Китай может плохо встать, если поставить, он может по зазорам плохо быть. Там, ну, отражатель может плохой быть. Короче, много нюансов может быть, поэтому оригинал всегда лучше. посмотрю еще по другим магазинам, узнаю ценник, может быть, под заказ как-то дешевле будет. Если нет, ну, значит, буду брать. В любом случае, фары менять, одна у меня треснутая после аварии, ее по-любому менять, и одна у меня уже заматилась, матовая очень. Нет смысла ее что-то восстанавливать или как-то так, поэтому, ну, я хочу две сразу поменять. Ну, поставить, конечно, вот СТП-евский. Клея нехилая, да, на легковушке тут брюхом можно съесть. Так, шокба он открыт. Так, посмотрите, что тут творится, блядь. Вообще пиздил, еще буду с разгона выезжать. Там вначале машина стоят две, они заехали, а все, обратно выехать не могут. Что, беру разгон, с разгона выезжаю. Все, вот эти машины стоят, они заехали, выехать не могут, смотрите, колесики маленькие какие. Отмашку дали, теперь я с разгона пробую выехать. Каша жесть. Я ему говорю, хоть трактор вызвали бы, он говорит, был трактор седьмого. Ну, седьмого три дня прошло, у нас он был вчера, и уже как на мило. Вообще жесть, блядь, семерка там, мешается мне тормозить, вообще нельзя. Семерка, уйди, задний привод. Тяжело ему выехать. Только бы там никого не было, вроде никого. Фу, фу, хо-хо-хо-хо, блядь, блядь, принесло, выехал, вообще жесть. Нормально. Даже к шести успел, без пяти шесть, вернуться на базу. Уже все тачки там греют, уезжают, мне еще на путевку заполнить. Но это можно и завтра сделать, но я люблю все сразу. Но хоть не задержался. Смотрите, каша какая-то, с разгоном схожу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!